Всем привет! Сегодня я вам покажу замечательный город в Крыму. Старый Крым. В общем, добрались мы до первых всё-таки развалин и на территорию проход закрыт. И я смотрю сверху. Вернее, со стороны на всё это. Сейчас поедем, посмотрим на другие достопримечательности. По первым впечатлениям, это не город, а посёлок. Ну, я такое ожидала, что будет как бы основная масса зданий частного сектора. И так, сейчас я пройдусь и посмотрю, где и что здесь вообще. Вот такая мечеть. А вот я забыла название. А вы знаете? Нет, я забыла тоже. Люди у нас умные. Дом строили, всё на фундаменте. Вот эту самую разобрали. Что, заходите? Не бойтесь. Ну так, вот сюда. Ага. И налево. Ого, где? Прячется прям. И вот всё, что осталось. Так. О, вот оно что. Это так вот в частном секторе, да? Вот в частном секторе так обостроил всё. Ну, вот сколько могли мы сохраняли её. Ещё мои родители, дед с бабой схватали. А вот тут дом строили, весь дом строили. Всё её разобрали. Понятно. Государство, значит, не беспокоится вообще. Да, им абсолютно не надо, да? Вот так вот останки мечети спрятаны в частном секторе. И бабушка показала мне. Так бы с роду бы её не нашла. Вот повезло её встретить. Да, государство, к сожалению, не беспокоится о сохранении вот такого культурного наследия. Так. В общем, доехали мы ещё до одного месяца. И я уже увидела, что оно опять находится на чьей-то территории и никак туда не попасть. Так. В общем, женщина объяснила, как нужно пройти к этому караван-сараю. Пешочком пройду и вам покажу. Надеюсь, получится попасть на территорию. Вы уже и сами увидели, что здесь всё находится в частном секторе. И государство, в принципе, ну никак не поддерживает памятники. Это очень прискорбую. Возможно. Ведь когда-нибудь это всё развалится и ничего абсолютно не останется. Вот. Поднимаемся. Открыто. И проходим. В глубине частных домиков за железной калиткой спрятались остатки средневекового постоялого двора, где останавливались приезжавшие в город купцы. Редактор субтитров А.Семкин А это окраина поселка. Здесь берет свое начало дорога Грина. По ней некогда гулял писатель. Здесь мы решили устроить себе небольшой пикничок. Перекусим и дальше пойдем смотреть достопримечательности этого небольшого городка. Продолжение следует... Мы увидели большое количество людей, которые идут в эту сторону. Решили посмотреть вообще, что здесь такое. Может быть родник какой-то. Потому что мы видели мужчину, который шел с набранной водой. Музыка Музыка Как сказали мальчики, которых я встретила, это у них здесь не озерко, а водоохранка. Классное место. Здесь многие рыбачат. Просто устраивают пикники. В общем, родника я таки не нашла. Значит, тот мужчина, которого я видела с бутылкой, набирал просто из-за этой речушки. Возможно, даже эта речушка и есть как бы источник. Просто начало его я не нашла. Музыка 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 Вот мы и пришли в городской парк Сейчас пройдемся, посмотрим Я уже вижу, что здесь все так ухожено Плиточка, детские площадки, лавочки Понятное дело, что он совсем небольшой Но все равно, я думаю, это хорошо В каждом городе должно быть такое место Привет! Это правда вы? В смысле? А вы же видеоблогер, нет? Ну, снимаю видео, да Ну, у меня непопулярный канал, я только начинаю Ну, вы, наверное, даже не найдете его А, как это называется? Сеня Ну, или другой канал Урбан Кубан Городская Кубань Спасибо Спасибо Не знаю, получится ли войти Потому что, ну, по моему внешнему виду Не знаю, даже обычно в церкви так не пускают Вот Здесь даже написано, что Проходить на территорию с покрытыми стыдными местами У женщин стыдными местами являются все тело Кроме лица, кисти рук и стопы ног Вот так Это, видимо, Лобидарий Надгродный О, какие Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь при входе была коробка В которой можно Вернее, нужно Надеть вот такую мантию И теперь мы можем зайти Не нарушив ничьи Законы, заповеди и так далее Это здорово Мечеть 14 века 1314 года Вот так должны сохранять памятники Здорово Я никогда не была в мечетях Но ты, наверное, тоже Было удобно сидеть Ты же знаешь, что они сгибаются Ты, наверное, видела, да? Как проходят мусульманские молитвы Какие-то украшения интересные Несмотря на то, что здесь, в принципе, не так уж и много окон Тут не темно Свет так уместно попадает Вот во дворе Рядом с мечетью Находится медресе Что такое вообще медресе? Это учебное заведение В котором обучали различным наукам В том числе читали Коран Преподавали религию Ну, это основная роль такого заведения Вот оно как раз Все, что от него осталось Ого Получается, вот оно было огромное такое, что ли И... Мы уже реставрировали Видишь, новое Теперь продолжать, видимо Так как продолжать? Оно же... Ну, как восстановить? Восстановить Видишь, крышу сделали Какую крышу? Вот, крышу Ага Так это, наверное, чтобы не разрушалось оно больше Смотри, какие-то эти рядом Ну, как жилища, что ли И люди, которые обучались в этих заведениях Потом могли также преподавать Вообще, Старый Крым в 14 веке Был одним из самых развитых городов Крымского Улуса Здесь активно велась торговля Обучались люди в Медрисе, собственно Проводились богослужения Читался Коран К сожалению, не раз город разрушался И с течением времени превратился в маленький захудалый городок Даже после присоединения городу к Российской империи Во времена Екатерины Город оставался таким же маленьким и тихим Он был из Старого Крыма Переименован в Левкополь Что в переводе означало Тихий городок Я тоже так хочу подняться И кстати, да, все-таки не зря сделали вот эту крышу Потому что вода льется И она может еще больше разрушить Размыть все вот это вот Интересно, в течение какого вообще времени Здесь все будет восстановлено Не в первоздавнем, конечно же, виде Но просто восстановлено для поддержания Какого-то там, не знаю, эстетического вида хотя бы Восточная лавка Аромопалочки не имеют? Не лучшая Это смотрите как пользоваться И вы вот смочите Используете Закроете И вот перевначиваете Потому что это соль Чтобы она вот сухучесть такая Не появлялась Чтобы она засыхала Надо смочить Он сам сухой Для того бы хватает Много Ну я имею в виду Один раз смораться Но везде не хватает Или нужно периодически пользоваться Ну ежедневно, да? С утра Ну я так У нас есть 600 Трава, скажите Ну для чего? Для чая? Показания какие-то Заболевания А, так вот Развести стакан тёплый Или пить Это как и для чая? Нет, это для применения каких-то Видишь, при заболеваниях там Леперта ты же внутрь принимаешь Ну да Далеко от мечети хана узбека Располагается ещё одна мечеть Разрушенная Мечеть Бейбарса Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»